Смотрите сегодня в выпуске. Три человека погибли при крушении частного вертолета возле Алушты. Один из них российский продюсер и актер Александр Куликов. Задержанного Владимира Дудку по делу так называемых украинских диверсантов оставили под стражей в СИЗО. Сын задержанного опасается фальсификации доказательств. Памятник крымчанам, погибшим в боях за единство Украины, установили на Херсонщине, неподалеку от границы с полуостровом. Лента польского и украинского режиссеров «Когда утихнет этот ветер» на кинофестивале в Амстердаме фильм о жизни четырех крымских татар получила приз победителя в категории «Лучшая студенческая документалка». Сюрприз для детей. На занятиях учеников Крымско-татарского культурного центра в Киеве побывала Джамала. Три человека погибли в крушении вертолета в Алушчинском регионе Крыма. Вертолет Марки Робинсон летел из Ялты в Белогорск. Сообщение об аварии поступило к спасателям в 9.45 по московскому времени. Погибли пилот Руслан Измаилов и пассажиры, глава кинокомпании «Союз Маринс Групп», продюсер, актер Александр Куликов и его помощница Мария Суслова. Тела пассажиров были найдены в салоне, пилота позже в 150 метрах от падения хвостовой части вертолета. Куликов выступил бродюсером фильма «Витри Дэй» сериала «Морпехи», где исполнил эпизодическую роль. Он также снимался в картине «Быть или не быть» режиссер Алексея Петрухина, был сценаристом, автором и исполнителем песен. К тому же компания Куликова «Союз Маринс Групп» занималась не только кинопроизводством, но и строительством, управлением объектами недвижимости и сельским хозяйством. Причины крушения вертолета пока не установлены. Имама Евпаторийской мечети Ханжами так называемый суд признал виновным в хранении и распространении экстремистской литературы. Суд Альмара Абдулганиева доставили принудительно, задержав возле его дома. Никакой повестки о явке в суд при этом он не получал. А что за задержание? Я что-то не понял. Что это за проблема? Суд? А где повестка пришла? Нет, повестки нету. Надлежащим образом не было. Никто не приглашал меня. Это что, беспредел какой-то вы чините или что это? По всей видимости, да, продолжение вот этого беспредела. Напомним, 14 ноября в мечети Ханжами прошел обыск, во время которого там нашли литературу, запрещенную в России как экстремистская. Прихожане мечети, присутствовавшие при обыске, уверены, эти книги были подброшены под ковер самими силовиками. Обыск при этом проводили в темноте, перед ним в храме почему-то пропал свет, после появился. Соратников имама выгнали из зала судебного заседания, даже не дав заявить ходатайство. Хотели присутствовать, быть слушателями, где это вроде законом не запрещается, но нас всех подняли и выгнали из зала суда. И точка. Пригласили полицию, кучу нам вывели из зала суда и запрещают зайти. И быть слушателями, присутствовать на деле, на непонятном деле. Когда нас погоняли из зала суда, назвали нас толпой, сказали, вот это толпа, здесь что делают вообще представители. Вот такой беспредел у нас происходит. Один из прихожан, присутствовавший в мечети во время обыска, заявил, что в суде от его имени были представлены показания, прямо противоположные его заявлениям. И был очень сильно возмущен и огорчен, то, что якобы я свидетельствовал против Абдулганиева Эльмара Назимовича, что якобы Эльмар О'Джанаш распространяет экстремистскую литературу. Это было неправильно. Я сразу возмущался и говорил, что это не мои слова. И дайте, я хотел посмотреть этот бланк, там стоит моя подпись или нет, и этого мне тоже не дали. Из-за этого я был очень сильно возмущен, так как я и до этого ходил и в прокуратуру. И там на месте сразу я давал одни и те же объяснения, что я видел эти книги в руках одного из незнакомого человека, который позднее представился работником ФСБ. Имам заявляет, что суд дал ему всего полчаса на поиске адвоката. Найти защитника за такой короткий срок он не успел. Он настаивает, литературу сект никогда не распространял, и дело против него сфальсифицировано. Как известно, наша мечеть, она всегда выступала и выступает по сей день против различного рода религиозных крайностей, в том числе и запрещаем всякого рода сектантские направления. И поэтому то, что пытаются на сегодняшний день сфабриковать определенные заинтересованные лица в отношении меня и пытаются дискредитировать нашу религиозную общину, пытаются дискредитировать нашу мечеть и меня лично, как имама, как религиозного деятеля, конечно же, это вызывает определенные волнения в нашем народе и, в частности, в нашем регионе со стороны как мусульман, так и представителей других национальностей. И поэтому то, что сегодня произошло, когда на улице меня задерживают как какого-то преступника, когда в принудительном порядке сажают в машину и когда чинят в кавычках, можно сказать, правосудие, я считаю, что подобного рода провокации они не должны быть. Напомним, около полутора месяца назад стало известно, что муфти Духовного управления мусульман Крыма написал донос силовикам-оккупантов, в котором просит силовиков принять меры к хабашитам и сторонникам Хизбут-Тахрир. Первое он называет фамилию имама мечети Ханджами, называя его хабашитом. Сами прихожане мечети называют себя исповедующими традиционной для крымских татар ислам. Они тоже суниты, как и представители Духовного управления мусульман Крыма. Но ДУМК все равно считает это сектанством. Прихожане мечети утверждают, что суть конфликта – в контроле над зданием мечети. Ранее они заявляли, что борьба за храм началась еще в 2007 году. Год назад представители Духовного управления мусульман Крыма вместе с полицией пытались забрать ключи от мечети Ханджами. Прихожане выступили категорически против и не допустили передачи ключей, заявив, что мечеть – это собственность общины. Так называемый Севастопольский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции о содержании под стражей в СИЗО Владимира Дудки, которого обвиняют в подготовке диверсии на территории аннексированного Крыма. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил его сын Илья Дудка. Другого результата, признается сын, он не ожидал, хотя был готов нести залог. Теперь сын так называемого украинского диверсанта опасается фальсификации доказательств. Позже нам также стало известно, что у отца при обыске нашли телефон, который ему никогда не принадлежал, и зачем-то забрали банку с окурками. Сказали, что хотят вынести мусор. Нелепо даже звучит. Я очень переживаю, что окурки из банки могут быть в дальнейшем случайно найдены в местах, где моего отца никогда не было, чтобы привязать его к этому преступлению. Такие же опасения у меня и по подброшенному ему телефону, который он увидел впервые при обыске. Также в день задержания для чего-то брали образцы слюны без протокола. И лишь потом при адвокатах повторно и официально. Боюсь, что против него в дальнейшем это используют. Сын задержанного рассказывает, что узнал местоположение отца только на девятый день. Он находился в СИЗО Симферополя. Тогда и смог передать ему тёплые вещи. Новым защитником Владимира Дудки выступил адвокат по назначению, которая была в этот день на дежурстве. От первого он якобы отказался, рассказывает сын. Цитирую, позже я узнал, что она была адвокатом всех ранее задержанных диверсантов. Она присутствовала на первых допросах Дудки, в то время как адвоката по соглашению, Ксану Железняк, которую наняла семья задержанного, даже не уведомили о происходящих допросах. Мой отец живёт в Крыму с 1989 года, куда после окончания училища он был направлен для прохождения воинской службы в ПГТ «Мирный». Никогда не мог подумать, что опыт работы отца, то, что он служил в военно-морском флоте, что позже, каждый день рискуя своей жизнью, занимался разминированием инкерманских штолен, будет использован против него. А из МЧС, где он работал с 2014 года, его попытаются уволить задним числом. Напомним, Владимир Дудка был задержан в Севастополе 9 ноября. Его заставили дать признательные показания, угрожая семье. Об этом крымской правозащитной группе рассказал его брат. Состояние здоровья Владимира Дудки вызывает большие опасения, поскольку он страдает ахикардии и язвенной болезнью. Памятный знак крымчанам, погибшим в боях за единство Украины, открыли в Херсонской области. Мемориал посвящен уроженцам полуострова, положивших жизнь в войне на востоке страны. Монумент в виде Казацкого креста открыли на трассе Каланчак-Армянск в нескольких километрах от Крыма. На памятнике высечена 21 фамилия. 19 из них – это солдаты Вооруженных сил Украины, остальные – добровольцы, бойцы подразделений внутренних дел. Среди них на памятнике и имя Максима Жукова. Родом из Севастополя он учился и рос на Херсонщине, служил в спецбатальоне «Херсон». 26 серпня 2014 года сын погиб в городе Иловайске. Очень тяжело это все вспомнить. Прошло два года, но боль никогда не пройдет. Она всегда остается в сердце матери. Наших командирей за сбережение их жизни, что по здоровью и достатку повернулись они. Погибших вспоминают минутой молчания. На открытие памятника собрались ослуживцы, неравнодушные местные жители, родственники погибших. Инициировали строительство мемориала волонтеры благотворительного фонда «Героика». Деньги на строительство собрали неравнодушные украинцы. Мы решили докласти всех усилий, чтобы спорудить вот такой памятник на транспортных воротах до Крыма, на трассе Каланчак-Армянск, чтобы все подорожные, которые идут и до Крыма, и из Крыма идут в Украину, независимо от причин, почему они перетинают межустым часово окупованим півостровом, чтобы они видели, что Украина этих ребят памятает. Не просто перед камерами мы какими-то разговорами памятаемо, говорим, что никто не забудет, а конкретными справами мы решили показать, что мы про этих ребят не забудем. Сейчас я уже после службы радий, что повернулся до своей мирной профессии и могу восстановить память своих побратимей, загибших уже в современной войне за независимость. Помогали в строительстве ветераны АТО и крымчане – участники гражданской блокады полуострова. Последние обещают следить за порядком у мемориала. Памятник установили в нескольких километрах от оккупационного полуострова. Такое место выбрали, чтобы люди, которые едут в Крым и обратно видели, что в Украине помнят о тех, кто отдал свою жизнь за целостность страны. Документальный фильм о жизни четырех крымских татар после аннексии, когда утихнет этот вечер, победил в категории «Лучший студенческий документальный фильм» на Международном кинофестивале в Амстердаме в среду 23 ноября. Заходят не с того, не с всего, с вооруженными автоматами. Уходи, уходи. Авторы фильма – польские и украинские режиссеры Аньела Габриэль и Тарас Друнь рассказали о судьбе крымско-татарского народа через истории нескольких поколений. Тех, которые пережили депортацию. Тех, кто вернулся после этого на родину. И тех, кто сейчас снова вынужден столкнуться с репрессиями против своего народа. Режиссеры на примере одной семьи фильма показали, как теперь живут крымские татары в оккупированном Крыму. Основным мотивом фильма является не сам оккупационный режим, но его пагубные последствия, влияющие на жизнь простых людей, которые хотят жить, любить и иметь семью, пишут авторы фильма. Снимали документальный фильм в Крыму и в Киеве на протяжении двух лет. Это проект режиссеров по результатам обучения в польской киношколе в Лодзе. Джамала посетила учеников Крымско-татарского культурного центра в Киеве в субботу 26 ноября. Мечты сбываются. Сегодня в наш детский центр приезжала Джамала. Прекрасный сюрприз для нас всех. Написала на своей странице в фейсбуке координатор общественной организации Крым Алесси, что в переводе означает «крымская семья», а не «Фэ Курсиитова». Крымско-татарская певица Джамала спела вместе с детьми песню «Эй, гузель, Крым» и угостила всех конфетами. Чудесная семья написала Джамала в фейсбуке после своего визита в крымскую семью. Крым Алесси и пели, и танцевали. Крым Алесси – это общественная организация Крымско-татарский культурный центр для детей в Киеве, где проходят открытые тематические уроки, а также музыкальные занятия и уроки танцев.